Битва на озере Бишен Сражение датско-шведской войны 1643-1645 годов между датским и шведским войсками, состоявшейся 22 декабря 1644 года на озере Бишен, Швеция. Предыстория. Осенью 1643 года фельдмаршал Ленар Торстенсон по приказу шведского тайного совета возглавил шведскую армию, которая в короткие сроки захватила всю Япландию. Чтобы ослабить военное давление в Дании, Ганнибал Сихистет, губернатор Норвегии, начал подготовку военной операции против Швеции вдоль норвежской границы от Ямтланда до Гютиборго. Эти операции заставили Швецию перебросить часть силы зданий, чтобы защитить границу. В январе 1644 года были отправлены приказы губернаторам шведских приграничных округов с задачей установить пограничные посты. Губернатору Вермланда полковнику Ла Фустаке было приказано держать на границе не менее ста солдат. Когда местные фермеры видели зажженные костры или слышали звон колоколов, они должны были собираться в заранее определенных местах. На дороге между норвежским Вингером и Карлстадом граница была укреплена путем создания редутов. Около современного Шарлоттенберга в течение зимы-весны 1644 года на норвежской стороне дороги также были установлены редуты. Сихистет также начал перевооружение норвежской армии, которая была официально создана в 1641 году, но шесть полков еще не были полностью подготовлены. В 1644 году размер норвежской армии вырос, а в ноябре Сихистет напали на Вермланд с 4 480 солдатами и 18 пушками. Подготовка шведской редуты у Мараста был быстро захвачен 18 ноября, без потери с обеих сторон коменданты-солдаты поста были взяты в плен. Норвежцы остались у Мараста до середины декабря. Шведы воспользовались этим временем и активно рубили деревья вдоль дорог, чтобы помешать приближающимся войскам. Для перегораживания дороги по льду замерзшего озера Бешен шведы использовали рубленный лед и оборудовали бруствер. Создав сильную оборонительную позицию, обороной командовал капитан Лоренс Хансен. 17 декабря норвежские войска покинули Мараст и двинулись на юг к церкви Эды, разбив лагерь в Хаммаре на северном берегу озера Бешен. 19 декабря норвежская пехота двинулась по льду, в то время как кавалерия попыталась обойти оба берега озера. Перестрелки имели место в течение дня как на поваленных деревьях, так и на льду. С небольшими потерями с обеих сторон норвежцы отошли с наступлением темноты ход битвы. Рано утром в воскресенье 22 декабря норвежские солдаты под командованием Сихистада вновь двинулись по льду. Шведские силы, по оценкам, насчитывали около 4000 пехотинцев и кавалеристов, а также 5 или 6 пушек. Норвежцы делали неоднократные попытки пересечь озеро в наименее защищенных местах. Их уязвимое положение на льду вызвало крупные потери. На закате целый ряд факторов сделал возможным для норвежских солдат прорваться на другую сторону озера. Шведы исчерпали запасы пули и орудийных снарядов. Некоторые из защитников срезали оловянные пуговицы с одеждой, чтобы использовать их в качестве пуль. Капитан Хансен, который командовал шведским левым флангом, получил пулю в плечо и не смог продолжить руководство войсками. Оборонявшиеся ополченцы в темноте разбежались. Отряд норвежцев Закерсхуса под командованием подполковника Георга Рихвейна наконец-то смог обойти и занять холм к западу от озера. Откуда норвежцы могли вести фланговый огонь по шведским позициям? Шведская конница к востоку от озера не могла вернуться в бой и отступила на юго-восток к Фрикеруду. Норвежские солдаты разбили свой ночной лагерь в бывших шведских кавалерийских пикетах, в то время как остальные разбили лагерь у Амутфорсе. Последствия во время боя были убиты от 30 до 50 шведов. Норвежская сторона потеряла 60 человек ранеными от пулю Редута Медскок. Около 100 были убиты на льду озера. Новости о поражении вызвало тревогу в Швеции и в письме 24 декабря у Лавстоке просил подкрепление у Габриэля Аксеншерны. Сихистет был горд своей победой. Его первыми словами на поле боя после его окончания были «Я сам имел честь получить от солдат Олафастаки на Новый год в подарок две пули, пробившие шляпу». Сихистет также написал королю, что путь Карлстад теперь открыт и между этим городом и Стокгольмом нет шведских войск. К Копенгагене распространился слух, что он уже был на пути в Стокгольм. В действительности его силы были слишком малы и он должен был считаться с риском быть отрезанным от Норвегии. Поэтому Сихистет отправился на юг и сделал Селеру своей штаб-квартирой. С дальнейшими вариантами идти на Карлстад или на юг в сторону Дальсланда. Источники – Весберг, Велхелм, Бедрактил, Эльхистари и Номсвериджес, Крикмет, Данмарк 1643-1645-2, Крикет, Понорска, Грансин.